Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИ. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение ответить на негодование французского лидера Эммануэля Макрона в связи с его критическими замечаниями о России. Кремль решил научить Макрона уроку за его изменчивую риторику относительно России за последние годы. В последних высказываниях Макрон предостерегал о том, что в случае победы России будут под угрозой установленные правила международного порядка. Хотелось бы заметить противоречивость этого заявления, отмечая, что именно США и Европейская комиссия своими действиями вызвали недовольство со стороны многих стран и пытаются переложить ответственность на Россию. По моему мнению, реакция Путина на это высказывание Макрона была тщательно продуманной. Президент решил продемонстрировать, что Франция утрачивает свое влияние в мире. Для этого был организован официальный визит премьер-министра Нигера Али Махмана Лимана Зейна в Москву для обсуждения расширения сотрудничества с Россией. Не случайно это произошло вскоре после того, как французские войска покинули Нигер. Я подчеркиваю, что такие события стали серьезным ударом для Франции, утрачивающие влияние не только в Нигере, но и в других африканских странах. Этот ход со стороны Путина, по моему мнению, призван продемонстрировать, что Россия активно укрепляет свое присутствие в регионе, вызывая дополнительное беспокойство у французского президента и подрывая его репутацию на мировой арене. А как вы считаете, зрители канала Топарми, какое воздействие могут оказать изменения в риторике французского президента Эммануэля Макрона на отношения между Францией и Россией? Я делаю вывод, что президент Российской Федерации Владимир Путин решил проучить Макрона за его высказывания. Как вы оцениваете действия Путина, пригласившего премьер-министра Нигеру в Москву вслед за конфликтом с французскими войсками? Каковы могут быть последствия этого для влияния Франции в Африке? Ваши мысли и мнения по этому поводу напишите в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Топарми, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.